Девчонки, ребята, привет! Я надеюсь, вы подготовились, пришли ко мне на эфир с чаем, с кофе. У меня, знаете, как кофе, ну, во-первых, что я завариваю кофе просто кипятком, не в турке, я пробовала в турке, у меня чуть не зашло, и у меня нет кофемашины. И вот просто кипятком мне даже очень нравится. Во-первых, оно не такое крепкое, и по-прежнему ароматное, поэтому если хотите, можете попробовать. У кого нет дома кофемашины, как у меня, то так очень даже ничего, и я думаю, что таким образом, может быть, меньше кофеина заходит в организм. Хотя, знаете, есть как бы разные мнения этих учёных, а по поводу вредности кофе. Есть, кстати, мнение о том, что кофе содержит антиоксиданты, и в небольших количествах очень даже нормально для нашего организма, и я как бы склоняюсь верить в эту версию, потому что, знаете, как оно всё полезно, да, всё есть яд, и всё есть лекарство. То есть, и зависит в большей степени всегда от количества. То есть, можно и полезными продуктами так натоптаться, что будет тебе не очень хорошо, да. И в то же самое время какие-то вредные продукты, если их совсем немного, то они не наносят прям такого вреда. Да, то есть, я вот уже стараюсь в пределах разумного и тоже сладкое употреблять, то есть, не ограничивать себя, но при этом не перебирать свой ежедневный колораж, и это позволяет мне находиться вот стабильно в весе 52 килограмма. Но эфир-то у нас не об этом, да. Эфир у нас о нашей работе и о том, как быстро заработать деньги в интернете. Мы будем говорить об этом, потому что, в принципе, развитие в нашем бизнесе зависит от каждого из нас и никак не зависит от времени нахождения в нашем бизнесе, а зависит от сделанных результатов. То есть, у нас в нашем бизнесе оплата идет сдельная, то есть, сколько сделал, такой процент и получил. То есть, здесь понятно, каким образом максимально быстро выйти на результат. Давайте так. Есть ли у нас на эфире люди, которые не понимают сути нашего бизнеса вообще? Что мы здесь делаем? Ну, чтобы я не говорила то, что, в принципе, вам всем давно известно, а уже начинала говорить о действиях, которые необходимо делать. Потому что, ну, по потребностям аудитории. Есть девчонки или ребята, которые не знают о нашем бизнесе вообще ничего. или нет? Или все уже пришли те, кто у нас зарегистрирован, и тогда у нас будет совсем другая задача для разговора. Мы будем говорить, как быстро сделать эти результаты. Я это что-то вижу совсем мало смайликов. Ладно, тогда давайте, давайте проговорим о том, что мы, собственно говоря, делаем в интернете. Новички, тогда суть, может быть, будет полезна. Что мы делаем в интернете? То есть, есть компания, которая платит нам за то, что мы используем средства гигиены ее бренда. То есть, что для нас средства гигиены? Это вот то, чем мы, собственно говоря, моем свое тело. И есть компания, которая за это платит. Нет компании, которая платит за то, что мы покупаем хлеб, или колбасу, или мясо. Таких компаний нет, к сожалению. Но мы можем вернуть кэшбэк с наших расходов на средства гигиены. И такая компания есть, и она платит. Наша задача, помимо того, что самим пользоваться этим брендом и получать возврат кэшбэк за свои покупки, мы можем, помимо этого, еще пригласить людей через интернет, которые бы тоже хотели точно так же зарабатывать. И тогда наша компания нам возвращает процент не только с наших покупок, но и с покупок всей группы. То есть, примерно это выглядит так. Ты сам пользуешься брендом нашей, продукцией нашего бренда, приглашаешь 10 человек, которые будут делать то же самое. Они приглашают еще каждый по 10, каждый по 10 в твоей команде, твоей структуре, твоей сети. Тысяча человек, если каждый из этой тысячи сделает личную покупку на 1000 гривен, либо 1000 рублей, вот этот товароборот составляет миллион, и твое вознаграждение это 50 тысяч гривен, либо 50 тысяч рублей. Фактически, в твоей жизни ничего не поменялось. Ты как мылся, так и продолжаешь мыться. Причем, наша продукция сравнима с ценами аналогичной продукции в магазине. То есть, фактически, ты как покупал шампунь за 50 гривен, либо за 100 рублей в магазине, так и продолжаешь это делать. То есть, для тебя цена шампуня не поменялась. Но тебе еще и платят 50 тысяч гривен, либо 50 тысяч рублей за то, что ты участвуешь в этом бизнесе. До 1000 гривен сделал покупку, тебе вернули 50 тысяч гривен. Каким образом сделать это быстро? Максимально быстро вырасти можно только с большими личными товароборотами. То есть, почувствуете разницу, либо 1000 человек купили по 1000 гривен, сделал личную покупку, либо та же самая 1000, сделала покупку по 100 гривен. То есть, товарооборот в этом случае, разница в товарообороте в 10 раз. Соответственно, разница в полученной зарплате тоже в 10 раз. И именно поэтому мы хотим донести до наших всех партнеров, что чем больше личная покупка каждого из нас, тем быстрее создаются товарообороты, тем быстрее мы выходим на доходы. Потому что доходы нашим новичкам нужны вот уже сейчас сразу, а не потом где-нибудь через год. Уже нужны сейчас сразу, потому что именно сейчас все сидят без денег. Для того, чтобы сделать вот эту личную покупку, вам не надо затариваться теми товарами, которые вам не нужны. Вам достаточно организовать совместную покупку среди своего ближайшего окружения. То есть, грубо говоря, это выглядит так. Я иду в магазин за хлебом, допустим, звоню, и выходит соседка и говорит, ты куда идешь? Я говорю, магазин за хлебом. Она мне, ну, купи и мне хлеба. Понимаете? То есть, я ей хлеб не продаю, верно? То есть, в этом случае я шла себе в магазин, она меня встретила по пути, говорит, купи мне тоже хлеба, ну, по ходу, ты все равно идешь. В этом случае я и хлеб продаю или не продаю? То есть, никто не воспринимает такое вот, такую услугу, такое одолжение, как продажу хлеба. Я не буду тебе, соседка, покупать хлеб, потому что я не хочу продавать хлеб. Ну, это как бы странно, да, звучит, верно? Вот в нашей ситуации точно так же. Мы идем в наш магазин, на сайт, да, наш интернет-магазин, покупаем там себе шампунь для душа, там, кремчик или еще что-то, и наша мама или наша подруга, или наша кула, или наша соседка говорит, купи и мне тоже. То есть, это тот же самый принцип, что и с хлебом. Я шла в магазин за хлебом и купила соседке. Я шла в магазин за шампунем и купила соседке тоже там же шампунь, который она попросила. То есть, это не продажа, я считаю, понимаете? Поэтому, когда вы встречаетесь с возражением, что это там продажи или там еще что-то, я не хочу въехать с каталогами, продавать, то вот так и объясняйтесь, что когда ты идешь за хлебом, ну, поняли, да, я не буду повторяться, и тебе мама звонит и говорит, ну, там, купи мне хлеба и зайдешь, занесешь заодно, если ты идешь ко мне, то это не продажа. Ну, мы с вами в силах максимально охватить свой ближайший круг, семью родителей мужа, да, своих родителей, там, братья, сестры, сестры с одной стороны, братья, сестры с другой стороны, кумовья, подруги, друзья. То есть, таких семей в нашем окружении, как минимум, можно насчитать, 5-10, да, минимум 5, и максимум неограничен, все зависит от того, какое у вас родовое дерево. Наша задача максимально вот этих всех людей охватить и сподвинуть их, делать вместе с вами совместную покупку в нашем интернет-магазине. По сути, учитывая то, что наши цены аналогичны ценам в обычном магазине, то все это окружение, они ничего не теряют. Им, как бы, все равно, то ли купить в магазине, то ли купить, ну, вы купите и себе, и им. То есть, они в деньгах ничего не теряют, но при этом они оказывают такую себе маленькую услугу вам, да, то есть, у вас получается достаточно хороший личный товарооборот. Какой? Ну, там, допустим, полторы тысячи гривен. Давайте в долларах считать, чтобы я вот это не называла, там, рубли, там, гривны, чтобы всем было понятно. Вы создаете товарооборот 50 тысяч долларов, то есть, 5 семей сделали покупку на 10 долларов, вот у вас уже товарооборот 50 долларов, свой личный. А опять же, вот те же самые тысячи человек в команде, да пусть даже 100, да, пусть даже 100, 100 человек по 50 долларов каждый, это получается 5 тысяч долларов, верно? Ваш, ваш кэшбэк, ваш доход составляет 250 долларов. Если же, если, правильно считаю, да? Правильно считаю. Если же тысяча человек в команде, то, да, это доход 2 с половиной тысячи долларов. Если в команде 10 тысяч человек, а мы понимаем, да, мы понимаем, что в тот момент, когда мы пригласили 10, а не по 10 еще каши по 10, то на этом система не остановилась. То есть, точно так же, ваши девчонки, ваши партнеры продолжают приглашать по 10, и у вас уже в команде 10 тысяч, 100 тысяч, ваш доход, соответственно, растет, доход ваших девчонок тоже растет, и все только в выигрыше, понимаете? Все только в абсолютном выигрыше. Я вот не вижу ни одного минуса, ни одной хоть минимальной потери. То есть, мы не покупаем то, что нам не нужно, мы не покупаем трубы трубопрокатного завода, не складываем их у себя там на балконе. Мы покупаем исключительно то, что мы, в принципе, используем. Вот мне до 30 лет, я 30 лет мылась, да, и мне за это не заплатили ни копейки. То есть, за 30 лет я просто это делала бесплатно. Сейчас я это делаю платно. И есть компания, которая за это платит. Можно по-разному относиться к компании, которая предлагает средства гигиены и косметическую продукцию. Но на самом деле это второй продукт после продуктов питания и медикаментов, лекарств, который востребован на рынке. То есть, мы с вами ежедневно не можем обойтись без средств гигиены. Мы не можем обойтись без питания, мы не можем обойтись без воды, мы не можем обойтись без лекарств в нашей жизни. И мы точно так же не можем обойтись без шампуня и гиги для душа. То есть, вот здесь мы должны мыслить как предприниматели. Любой предприниматель, когда он выбирает нишу для своего бизнеса, он думает, насколько этот продукт востребован на рынке. И если этот продукт востребован, то, да, имеет смысл с ним работать. И, возможно, есть мысль о том, что, ну, бывает, встречается мне там, это не будут покупать. Понимаете? Не покупают только то, что покупать невыгодно. В нашей системе у нас покупки стабильны, потому что каждый раз, когда наш партнер в команде делает покупку на 50 долларов, он получает доход свой. Если он, делая покупку на 50 долларов, обратку получает 250 долларов, он будет продолжать ходить делать покупку? Как вы думаете? Очевидно, очевидно, что да, да. Если мне за эту покупку еще заплатят сверху, мало то, что я верну свои деньги, мне еще сверху заплатят 200 долларов, то, естественно, я буду ходить в этот магазин делать покупку. Таким образом, вот это возражение, что там не покупают, нас это как бы не касается. Не покупают, если не заинтересованы. За счет того, что у нас есть вот еще такой момент. За счет того, что мы строим нашу сеть друг под друга, то есть вы уже зарегистрировались и сразу же за вами уже начинают регистрировать новых людей. То есть фактически вы еще только вылились в систему, вы еще не обучились, не начали делать каких-то активных действий. И, возможно, даже еще не успели разместить свой первый заказ, но под вами уже пошел расти бизнес. То есть уже пошла строится сеть. И таким образом усилиями команды у вас вырастет половина бизнеса. И за счет этого, даже если вы по какой-то причине не захотите делать бизнес, да, или кто-то, кто придет в команду, не захочет делать бизнес, но захочет пользоваться просто продукцией, то уже на этом этапе, никого не пригласив, вы будете иметь повышенный кэшбэк за счет того, что под вами команды строится, построена половина структуры. Плюс эта половина структуры, она никуда от вас не девается. Если вы вдруг созрели там через год или через два или через месяц доделать свой бизнес, вторую половину, то вы можете в любой момент подключиться и сделать этот результат. Единственный минус в этом случае будет то, что вам придется двигаться самостоятельно. Вот тоже хочу призвать, если вы зарегистрировались, не оттягивать момент старта, да, момент регистрации это еще не момент старта, да, человек может зарегистрироваться, начать делать действие там через месяц или через год. Не оттягивать этот момент старта в бизнесе надолго, потому что, как правило, наставник, он активно работает с людьми в какой-то промежуток времени после регистрации. Дальше у него появляются новые люди, у него группа сеть растет и его внимание, его время уже будет тратиться не на 10 человек, да, а на 100 человек. И, ну, вы понимаете, что тогда, как бы, меньше, меньше вы сможете претендовать на меньшее внимание со стороны наставника. Как быстро найти своих новых, своих первых 10 партнеров? Смотрите, во-первых, начать стоит с того, чтобы зарегистрировать в ближайшее окружение. Почему? Потому что вот тот момент, что я назвала, что после вашей регистрации и сразу же команда регистрируются новые, новые люди, то если вы хотите подтянуть в этот бизнес еще кого-то из своего окружения, то вам выгодно, если эти люди будут зарегистрированы сразу там где-то после вас, и тогда команда сможет не только под вас построить, но и под них. То есть это вот работает как, ну, мы называем это цепочкой, да, то есть вот так это друг за другом, знаете, как звенья цепи друг за другом, вот такая вот идет линия, и получается вы зарегистрировались потом сразу под вами, потом под этим человеком, потом под последним, под последним, каждый раз под последним. И вам выгодно, если вы хотите, чтобы ваши родственники, либо друзья тоже поучаствовали в этом бизнесе, и получили с него выгоду, вам выгодно их зарегистрировать, чтобы команда уже дальше зарегистрировала не только под вас эту линию, но и уже и под ваших родственников. И плюсы ко всему, вы можете, в принципе, ближайшее окружение регистрировать во вторую линию. Ваша задача выстроить две вот такие линии. Одну вам строит команда, за счет усилий верхних девчонок, вторую строите вы. Как только вы такие две линии выстроите, нам товарооборот порядка... Так, сколько это будет в долларах? В каждой линии должен быть товарооборот порядка трех тысяч долларов в одной, и три тысячи в другой. Как только у вас это две линии такие будут выстроены, вы получите премию полторы, две, три с половиной, четыре с половиной тысячи долларов. Вы получите премию, если это Россия, то Россия получает премию в рублях, это 450 тысяч рублей. Помимо того, что вы получаете деньги с товарооборота этой всей сети, которая под вами выстроилась. Плюс еще премия. Выстраиваете третью линию, получаете еще премию в три тысячи долларов. Выстраиваете четвертую линию, получаете еще премию в четыре тысячи долларов, либо 400 тысяч рублей. И так бесконечно. Ну как бесконечно, до миллиона долларов. До миллиона долларов. То есть это тоже еще своего рода премиальное вознаграждение. Помимо денег, которые с товарооборота, еще премии, еще автобонус, еще путешествия. И банкеты. Ну то есть, если вам не хватает событий в жизни, то это как бы вам сюда. Сюда, потому что здесь много мероприятий. Ну и пока, когда не будет от этих всех охранничений, то это все. Так, я не закончила, да, говорить о том, как быстро найти своих первых партнеров в сеть. Ну, в принципе, сложности найти партнеров в сеть сейчас не возникает ни у кого, потому что очень большой поток идет людей в этот бизнес. Вы понимаете, почему, да. Потому что все засели дома. И если раньше нашим потенциальным кандидатам в бизнес, нашей целевой аудитории, было не до нас, у них все было хорошо, не была работа стабильная, была нормальная зарплата. И когда у человека все нормально, да, у него все окей, все стабильно, он ходит на свою работу, получает стабильную зарплату, то у него как бы особой необходимости что-то менять не возникает. К нам приходят в команду девчонки, которых, которые либо в декрете, да, вот они, их жизнь немножко как бы выбила на обочину, из вот этого круговорота, дом-работа, да, выбила на обочину, у них появилось свободное время, они начинают активно искать, чем заняться. Да, мы знаем, что во время декрета, в принципе, там первые полгода, в принципе, времени достаточно, пока ребенок только делает, что спит. В этот период много девчонок приходят к нам в бизнес, многие стартовали именно вот с декрета. Также к нам приходят, приходят те, кто, кому вот тут уже работа, да, они понимают, что перспективы нет. Зарплата, что там еще может быть, зарплата маленькая и ничего не меняется, да, вот самое ужасное, что может случиться, это когда ничего не меняется. Вот плохо было, там маленькая зарплата была 5 лет назад и сейчас, и ты понимаешь, объективно, что через 5 лет ничего не поменяется. Вот такие девчонки еще приходят и здесь развиваются и в конечном итоге бросают свой найм, там, зарплата 15 тысяч рублей и остаются здесь. Вот сейчас как раз вот примерно аналогичная ситуация, да, всех жизни выкинуло из зоны комфорта. Потому что многие объективно понимают, что после карантина их никто не ждет на их месте работы, потому что кризисные явления в любом случае отразятся на всех. И пока экономика войдет в свое обычное русло, это еще пройдет год или два. А как бы кормиться, кормить семью надо уже сейчас. И вот этот огромный пласт людей, которые считали, что лучше и стабильнее наемная работа, он сейчас в поисках. И вот сейчас все эти люди, они как раз присоединяются к нам, потому что других вариантов просто-напросто нет. Понимаете, мы как бы не настаиваем, что прям надо всем идти к нам и все. Мы предлагаем подумать самим, если у человека есть какие-то варианты, как он может зарабатывать. У него там может быть есть свой ютуб канал, или у него есть свой блог, или у него есть идея продавать какие-то свои знания и организовать, и продавать информацию, инфокурсы какие-то, да. Либо он владеет какими-то навыками, у него есть заказчики, он может делать свою работу удаленно, и в принципе ему это все не касается, да. То эти люди могут зарабатывать теми вариантами, которые им нравятся и им доступны. Но если есть девушка или женщина, которая понимает, что вариантов нет, то мы все-таки рекомендуем наш вариант рассмотреть. Рассмотреть, вот и просто откинуть все стереотипы, и просто сесть и подумать для себя, что я теряю в данный момент. Хожу за шампунью в магазин, не буду ходить в магазин, буду покупать вот здесь, у этого бренда. Организовать совместную покупку среди своего окружения, ну так я в нормальных отношениях со своим окружением, они мне не откажут, тем более если они тоже ничего не теряют. И посидеть в инстаграме, там, понажимать пару кнопок, либо посидеть в вайбере, зайти в вайбере на час и поотвечать на входящие сообщения, это тоже не сложно. Единственное, я вас призываю, если вы уже присоединились в этот бизнес и планируете его делать, то выполнять вот эти два несложных условия, которые необходимы для того, чтобы ваш бизнес рос и шел доход. Это личное потребление обязательно, да, то есть личные покупки. Без этого никак, то есть без этого вообще смысл бизнеса теряется. Но толку от того, что мы будем все там подписаны, тысяча, либо десять тысяч человек, либо хоть миллион, и если никто из нас не купит ни на рубль, ни на гривну, то товарооборот общий равен нулю и зарплата рана нулю. Кому это интересно? Я думаю, что никому. Если вы уже приняли решение делать этот бизнес, давайте его делать так, чтобы все, кто пришел сейчас, максимально быстро вышли на доходы. А для этого нам надо каждому организовать максимально возможный свой личный товарооборот. Максимально. То есть предупредить маму уже сейчас, что она больше шампунь в магазине не покупает. Что теперь она покупает шампунь в два раза дешевле у нашего бренда, потому что буквально со второй покупки вы покупаете, делаете свою вторую покупку в два раза дешевле. То есть первая покупка вам обходится в полную стоимость, а вторая покупка уже идет в два раза дешевле. То есть думаю, что вам купить шампунь за 25 гривен будет выгоднее, чем в том же магазине за 100. Так. Вам интересно, как я приглашаю? Ну, есть шаблон приглашения? Да, смотрите, девчонки, для того, чтобы этот бизнес сделать, не надо вот как узко. Постарайтесь вот отпустить свою фантазию и прикинуть. Вот девчонки спрашивают за шаблон приглашения. Да, есть шаблон приглашения, но каждый из нас в этот бизнес был приглашен, верно? И 99% нас пришли в этот бизнес через интернет. Значит, вас каким-то образом нашли в этом интернете. И вам не надо ждать там какого-то специального обучения или чего-то там еще, либо пока наставник скажет, делай раз, делай два, делай три. И вам просто надо вспомнить, как пригласили вас вернуться к переписке со своим наставником, скопировать, собственно говоря, все, что он вам прислал и повторить его действия. То есть, вот этот бизнес можно сделать даже не имея такого сильного обучения, которое есть у нас. А у нас это помимо того, что у нас есть обучающий сайт, помимо того, что у нас есть каналы, чаты и кураторы в каждом чате, помимо вебинаров, которые у нас ведут два раза в неделю, вы можете просто взять и повторить своего наставника. Если вы в этот бизнес пришли, значит, его метод работает. Как себя организовать, заставить. Я понимаю, что мы каждый для себя это самый такой мягкий руководитель, но подруг не как. А как мы заставляли себя делать уроки, да? А как мы заставляли себя в институте там писать курсовые? Как мы заставляем себя ходить на работу эффективно? Просто потом понимаем, что, знаете, это как мотивация от и мотивация к, я тоже сейчас расскажу. Есть мотивация к, к чему-то. Как она примерно выглядит? То есть, у меня есть двухкомнатная квартира, но я хочу расширить свою жилплощадь и купить трёхкомнатную квартиру, к примеру. Это мотивация к чему-то, да? То есть, в принципе, мне окей в квартире там двухкомнатной на 60 квадратов. Ну, я вроде бы как хотела бы, там, чуть ли, что было бы чуть лучше. И есть мотивация от. Вот, мотивация от, она другая. Это вот ситуация, когда ты живёшь в какой-то общаге, в какой-то трущобе, у тебя за... в комнате, да? У тебя за одной стенкой алкоголики, за другой стенкой наркоманы, а напротив у тебя там дерутся, и орут постоянно друг на друга, ещё там какие-то асоциальные личности. И вот здесь уже работает мотивация от. То есть, вроде бы и та, и та девушка хочет улучшить своё жилищное положение, да? Первая хочет поменять двухкомнатную квартиру на трикомнатную, а вторая хочет хотя бы однокомнатную, но лишь бы отдельно и в более-менее приличном обществе, чтобы соседи были приличные. Как вы думаете, кто из них больше мотивирован? У кого из них быстрее получится бизнес? Ну, если брать вот одинаковые стартовые личные качества, да? Я не беру там, что кто-то может быть более умный или более амбициозный, или лучше владеть компьютером, или у него может быть инстаграм там уже раскрученный свой, а у другого этого всего нет. Вот я беру абсолютно две одинаковые девушки с одинаковыми личными качествами, одинаковым набором навыков. Да, очевидно, что вторая. Так работает как-то наша психология, не знаю, как это всё. Потому что, первое, так всё нормально. И организм её будет всеми силами сопротивляться к лишним движениям, потому что, ну, ей нормально. Хотелось бы лучше, но и так сойдёт. А вторая, конечно же, будет грести, дай Боже. Вот, у второй мотивация, получается, от. Уйти от какого-то дискомфорта. То есть уже, знаете, как даже тут срабатывает чувство самосохранения, что ли. Нет, не к. Мотивация к будет работать только у тех людей, у кого есть такое качество, как амбиции. Это те люди, которые доходят до уровня бриллианта и идут дальше. Вот у них есть вот эти амбиции, и они не могут успокоиться. Им вроде бы на уровне бриллианта там денег и денег хватает, и автомобили там, и путешествия. Ну, им, ну, не то чтобы мало, да. Ну, вот, и у них азарт есть такой спортивный. И вот эти люди будут идти к. Если у вас первый вариант, найдите себе мотивацию от. Найдите себе вот, где плохо. Потому что у меня была, наверное, больше мотивация от всегда на начальном этапе. А потом появилась мотивация к, не знаю как, может быть, и не появилась. Если появилась, я бы уже была бы президентом, так, наверное, не появилась мотивация к. Но у меня была очень сильная мотивация от. Я просто-напросто не хотела возвращаться на наемную работу. Я понимала, что рынок перенасыщен, ну, как кадрами, вот именно экономистом, бухгалтером. Я вот экономист по образованию. Рынок перенасыщен, и я себе прекрасно давала отчет, что примерно, так, лет 45, может быть, 50, мое предприятие, оно будет заинтересовано брать молодые кадры. Да и любое предприятие, да, мы все знаем, что хоть это и запрещается законом возрастной ценз, вот эта вот дискриминация по возрастному признаку, и предприятиям нельзя писать в объявлении, что набираются сотрудники до 45 лет, или каким-то образом этих людей отделять и не брать их на работу. Но, тем не менее, мы знаем, что закон это одно, а по факту все работает совершенно по-другому. И мы знаем, что если приходит на работу девушка 30 лет и 50 лет, то возьмут девушку на работу 30 лет. То есть, получается, что где-то примерно середины жизни я уже буду не востребована работодателями. И мне, экономисту по образованию, придется соглашаться на какой-то низкоквалифицированный труд. Это очень больно и очень тяжело, я вам хочу сказать. Я, правда, на своей шкуре это не испытывала, но я себе примерно представляла, что лет с 50-ти, 55-ти или 60-ти, мне, человеку, который работал руководителем, главным бухгалтером, придется соглашаться на работу консьержки. Я не говорю, что это плохая работа. Но Каша выбирает себе свое, да? Я себе это не хочу выбирать. И я не хочу соглашаться на низкоквалифицированный труд. При этом я понимаю, что в это же время, когда мне будет 50, мой ребенок как раз будет ходить в взрослый возраст, и ему понадобится обучение в УЗИ, ему понадобится становиться на ноги, а я ему не смогу в этом помочь. Я это тоже не хочу выбирать, понимаете, девчонки? Я это не хочу выбирать, и я не хочу выбирать низкоквалифицированный труд. Поэтому я здесь. Поэтому, наверное, и вы здесь, да? Я, ну, вот какие-то ближайшие перспективы, там, путешествовать я там хотела, или хотела свободу, то я не за этим пришла. Я пришла вот именно за тем, чтобы избавить себя от необходимости выживать. Выживать. Я вот человек, который склонен смотреть где-то далеко в будущее, и мне не хотелось в 50 лет выживать. Может быть, когда ты молодой, когда тебе, там, 20-25, тебе, там, эти еще 50, это где-то еще очень далеко, и за горами, да? Но давайте вот оглянемся. Мы сейчас, сейчас у нас, у нас 2020. Люди, которые родились в 2000 году, им уже по 20 лет, понимаете? То есть, это все так быстро проходит. И если вот сейчас такая возможность выдалась, вот сама жизнь тебя кинула в условия, когда необходимо что-то менять. Знаете, вот еще многие ничего не меняют, потому что, ну, как бы самому сложно сподвинуться на какие-то изменения, да? А когда тебе уже сама жизнь ставит такие условия, что необходимо что-то менять, то даже в этом случае вот срабатывает вот та самая мотивация от, да, о которой я сегодня рассказывала, то сейчас очень хорошо все стартанут. Потому что вот заработает вот та самая мотивация от, у многих, потому что, ну, сам понимать. Кто-то рассчитывал на свой доход, на свою зарплату и работал нами, кто-то рассчитывал на мужа доход. И сейчас, возможно, уже не на что рассчитывать, потому что, ну, мы все сидим дома. Мы все сидим дома, и мы прекрасно понимаем, что даже когда нас всех выпустят, там через месяц или через сколько, да, мы же предполагаем, что нас раньше, чем на месяц, через месяц не выпустят всех. Все отдают себе в этом отчет. Мало то, что нас всех не выпустят через месяц, так еще и нас начнут выпускать постепенно. Сначала там выпустят те, кто... более, ну как, более нужен для того, чтобы обеспечить жизнеобеспечение страны, да. И в последнюю очередь выпустят тех, кто производит, выпускает товары, для... ну, которые мы можем назвать... ну, которые не есть предметом первой необходимости, да. То есть то самое сверхпотребление, которое появилось вот уже в последние 10 лет нашей жизни. Да, те же магазины, которые вот... островки не стоят в торговых центрах, да. Вот эти, скорее всего, в последнюю очередь выйдут на работу. Кто еще в последнюю очередь выйдет на работу? Развлечения разные, да. Да, вот еще кто работает в сфере развлечений, скорее всего, это тоже сфера запустится очень нескоро. То есть не... эти люди не первыми выйдут на работу после карантина. Потому что очевидно, что все развлечения будут закрыты еще какое-то время. Даже если вот начнут подслаблять наш карантин. Те же кинотеатры, да. Какие-то, не знаю, может быть, какие-то еще спортивные секции еще не запустят. Что? Ну, школы, да, очевидно. Школы я бы... я бы... я только за, чтобы школы запустили в сентябре, потому что это... наши дети, это просто как эпицентр всегда эпидемий. Любые карантины, да, вот, которые на зиму возникают, на неделю, на две, это всегда начинается с того, что заболевает полкласса, да. То есть я бы детей точно не выпускала. Салоны красоты. Не знаю, я бы уже салоны красоты открыла. Также мы должны себе отдавать отчет о том, что даже если это все откроется, то оно не будет в тех объемах, которые было раньше, да. На чем примере показать? Ну, вот на банках, я уже говорила, это очень наглядный пример, потому что многие банки переходят на режим работы с помощью онлайн-ресурсов. Они могут тебе это позволить. Каждый из нас умеет пользоваться... Ну, кто вот так... Захотел разобраться, да? Каждый из нас умеет пользоваться онлайн-банкингом. И вообще редко посещают кассы. Кассы, либо отделений банка. Точно так же сейчас научат пользоваться онлайн-ресурсами всех тех, кто до сих пор еще ходил пешком там в кассу, оплачивал коммунальные услуги, оплачивал карточки, кредиты и так далее. То есть, всю эту часть населения, которая вот еще до сих пор ходила в отделение банков, они сейчас все научатся пользоваться интернетом, да, и сайтом самого банка. Когда отделение откроют... Что-то я так раскашлялась. Надо заканчивать эфир. Это у меня точно не вирус. Здесь что-то щекочет. Короче, когда отделение откроют, да, и закончится карантин, то часть людей, которые научатся пользоваться противоплатежей с помощью онлайн-сервисов, они уже не придут в отделение банков. Это значит, что половина сотрудников просто будут без дела. и, ну, сами понимаете, что в этом случае происходит. То есть, банковские сотрудники будут под ударом. Также, кто еще? Так, развлечения сказали. Еще кафе, рестораны могут сейчас тоже их... Если начнут запускать, то, очевидно, с какими-то ограничениями, да. Ну, и плюс еще сами люди. Сами, даже если откроют кафе, рестораны, то есть вероятность, что сами люди будут еще опасаться посещать людные места какое-то время, да, потому что... От того, что карантин от... Откроют, закроют, как его можно сказать? От того, что карантин снимут, вирус никуда не денется. И все это прекрасно понимают. То есть, еще сами люди будут опасаться посещать вот эти все заведения. А это значит, минус товарообороты и минус лишние сотрудники. Это очевидно. У меня сейчас 18 групп держатся. Отменят, да. Отменят карантин. Заводы, ну... Да, заводы, кстати, работают сейчас. Мы думаем, что все сидят на карантине, а заводы работают в итоге. Так. То есть, об этом... Ну, это надо понимать, и... Это не то, что я там вот сейчас пытаюсь запугать аудиторию, чтобы сгустеть краски, и все испугались и побежали делать наш бизнес. Нет, конечно же, у каждого из нас есть своя голова, да, и свое критическое мышление. Каждый из нас может взвесить всю полученную информацию, состыковать ее со своими целями и пониманием, своим опытом, и сделать какой-то свой вывод. Но я считаю, что какое-то рациональное зерно в моих словах все-таки есть, и имеет смысл к ним прислушаться. 18, это сапфировый исполнитель. Я просто ленивая. Ленивая, опа. У меня нет мотивации от. Поэтому... Поэтому только 18 руб. Да, кстати, у нас доставка, если это... Это, кстати, хороший вопрос, очень важный. У нас доставка работает. У нас... Вот Днепр сейчас закрыли на въезд гражданского транспорта и любого другого какого-то транспорта, который не... не обеспечивает жизнедеятельность города, то наши машины с продукцией проезжают. У них есть какое-то письмо разрешения, они показывают это письмо гаишникам, и нашу продукцию пускают в город и точно так же по всей Украине. Точно так же и в России. То есть... Наша... Наша сфера, наша доставка попадает под пункт обеспечения товарами и услугами. Необход... Ну... Первичная необходимость. Вот так. Это, конечно же, несомненный плюс. Ну, а... Это и очевидно, потому что у нас же средства гигиены, а сейчас средства гигиены являются предметами первой необходимости. Они и так были всегда, а сейчас так тем более. Шампунь его, мыло там и прочее. Так. Как часто бывает на отдыхе? Ну, если листануть мой инстаграм, если вам интересно и вы не поленитесь, то можно увидеть, что в прошлом году мы прям как ненормальные из одного отдыха на другой. не знаю почему, но вот в прошлом году прям хотелось куда-то поехать. Мы были в январе в Австралии, в марте мы не успели приехать с Австралии, мне сразу захотелось на Мальдивы. Я так как-то долго хотела, но как-то своё желание никак не могла оформить в действии. И вот я решила, что так можно откладывать долго, да, вот это вот ещё привычка у меня она есть и я её назову и отследите за собой, потому что это плохая привычка откладывать жизнь на потом. Это можно заметить потому, что мы там покупаем, вот как наши родители. Они покупали сервиз и ставили его на полочку, новый сервиз и ставили его на полочку. Покупали новое платье и там клали его в шкаф, чтобы одеть в итоге один или два раза или вообще не одеть. То есть это вот та самая жизнь, отложенная на потом. А потом приходит тебе 50-60 и ты понимаешь, что полжизни прошло, а ты ее фактически не жил. Вот здесь знаете, есть такая еще фраза первую половину жизни ты живешь в ожидании второй, а всю вторую половину жизни вспоминаешь первую. Так вот наша задача вот эту первую половину прожить максимально ярко и событийно, чтобы было что вспомнить во второй половине. Поэтому я решила, что стоит, несмотря на то, что это стоило невероятных денег, но мы поехали найти Мальдивы, не успели приехать с Мальдивы и уже на июнь забронировали поездку на Кипр, то что там примерно на две с половиной недели, да. После Кипра в июле еще съездили в Болгарию на две недели. После Болгарии у нас была Пальма-де-Майорка в сентябре, а вот после сентября как-то мы заглохли и никуда не ездили. Не знаю почему, как-то даже и не хотелось. и вот в последний день сидим дома. Я не знаю, сколько будем еще сидеть. Есть мнение, что границы могут еще год не открыть и что будут выпускать там с прививкой только. Ну, короче, ну, это так все на уровне домыслов, каждый там по себе фантазирует как может, да. но пока что света в конце туннеля не видно, к сожалению. Сейчас снова мне нужно выговаривать, что я не хотим ли и сгущаю краски, но я так не могу, но мой последний пост тоже был такой. не могу я говорить о позитивном, когда я его не вижу. Если я не вижу, я не могу себя выдавить эти эмоции и рассказывать, что будет уже завтра все классно. Пока что не видно этой перспективы. Я имею ввиду ситуации с вирусом. Если вы изучали графики и вот эти все кривые и наблюдаете за развитием ситуации, то вы наверняка заметили, что пока что наша кривая идет только вверх. А это значит, что до того, как она развернется и пойдет вниз, еще пройдет какое-то время, какое никто не знает, потому что пока что она даже не пытается выравниваться. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы эта ситуация стабилизировалась и дальше не росла. да, вот хорошо, что мне отложила. И после этого я решила, что никогда больше я не буду откладывать жизнь на потом, потому что я-то свою свой экватор уже, наверное, пере... ну как, на экваторе где-то примерно. На экваторе жизни. Так. Склады работают, да, работают, забоды работают, склады работают, все доставляется, все нормально, продукция привозится, СПО тоже работает, но они работают на выдачу. Пункты выдачи продукции у нас работают на выдачу. То есть можно прийти и забрать бесконтактно свою посылку и... Есть еще доставка на дом, есть доставка новой почтой. Новая почта сейчас цветет и пахнет прямо. Кстати, новая почта набирает новых сотрудников, так что можете поинтересоваться, чем они... Ну, я в новостях читала, что они будут расширять штат, потому что сейчас у них очень много работы стало. Ну, это и понятно, да, все сейчас заказывают товары онлайн и... у них количество услуг выросло. Так, ну, все. По поводу... Честно, нет, я просто знаю, что если ты пытаешься как... Я... Я не негативлю без поводов. То есть, я не тот человек, который будет искать любую причину выразить там свое недовольство или раздражение. Нет, конечно же. Я тот человек, который ищет позитив в любой ситуации. Но и при этом я не могу говорить на белое-черное и на черное-белое. Если я вижу, что график вируса растет, то я не вижу причин для оптимизма в данный момент. Поэтому так. А пытаться как-то заместить свои эмоции, если ты испытываешь одно, и ты пытаешься эти там свой скептицизм как-то забить и на ровном месте позитивничать, то это вы... вылится только каким-нибудь нервным срывом в итоге. Так. Ну все. Тогда на сегодня у нас эфир закончился. Две минуты осталось. Я уже не буду тянуть эти две минуты. Мы все темы обсудили. Вы можете приглашать на завтра на эфир своих новых партнеров. Естественно, они будут слышать и вас. Знаете, это вот... Я понимаю, что каждый из нас с партнером говорит и объясняет, но дело в том, что наша информация вот сюда, она доходит не с первого раза. Это нормально. Особенно, если эта информация новая, и в нашей голове нет файла либо программы, которая бы открывала этот новый кейс какой-то. поэтому обязательно ваши новые партнеры, они должны слышать не только вас, они должны слышать еще других людей. Это работает как эффект третьего лица. Где-то наша информация с вами пересечется, да, какая-то информация будет по-новому подана, какая-то информация возможно откликнется и знаете, как говорят, провалился жетон. Поэтому приглашайте ваших партнеров, новичков. Будем вз... как? Достукиваться до здравого смысла. Потому что очень засереотипленны бывают наши восприятия. Но когда начинаешь разговаривать, то оказывается, что действительно, действительно, почему бы и нет. Тем более, что есть время, ничего не теряешь. Все понятно, все прозрачно и все как бы подчиняется здравому рассудку и здравомыслию. То есть и мы призываем, если у вас нет вариантов, призываем все-таки присмотреться к нашему бизнесу. Потому что мы по сути, нам плюс-минус несколько сотен новых партнеров роли никакой не сыграет. У нас очень большая команда и очень большие товарообороты. На данный момент у нас в моей команде 2 миллиона товарооборота в месяц долларов. Это было 2 миллиона долларов товарооборот в месяц. И по большому счету плюс-минус 100 новых партнеров погоды не делают. Но для новых партнеров это хороший шанс все-таки как-то в этой ситуации текущей ситуации выкрутиться и иметь доход и на перспективу и сейчас. Поэтому приходите сами приглашайте новых людей на эфир будем разоваривать. Вам пока. до сих пор